Привет, Страж! Продолжаем собирать дополнения, отвергнутые по кусочкам на канале Трипл Вайп. В этом видео взглянем на важные, интересные, крупные и не очень изменения в песочнице, балансе и геймплее. В определенный момент ролика будет предупреждение о спойлерах, так что если ты опасаешься узнать чего-то лишнего, то первую половину видео смотри без страха, а потом уже решай и будь внимателен. Начнем с цифер. Отвергнутые повысят уровень персонажа до 50, а уровень силы до 600. Так что или берите в отпуске ящик энергетика, или готовьтесь к тому, что качаться придется долго. Конечно же большинство игроков волнует то, какие новые способности привнесет дополнения и с какими пушками играть. Начнем со способностей. Каждый подкласс получит новое древо, которое кардинально изменит суперспособность персонажа. В начале игры вы получите доступ лишь к одному из трех новых древ на каждом персонаже. Остальные сможете получить в течение нескольких недель. Тут ничего удивительного, точно так же было и в ванильной Destiny 2. Тогда для получения новых сап-классов мы должны были надеяться на рандом, в данном случае видимо будет нечто похожее. Всего новых способностей будет 9. У гонслингера метательные ножи, у варлоков огромный энергетический луч, у титанов управляемый, страйкер как супермен летающий. По три на каждый класс в общем всего. Думаю на канале будет позже отдельное видео о новых ультах. Еще один не менее волнующий вопрос, а то и для некоторых один из самых главных, новая система ячеек оружия. Постараюсь в двух словах объяснить суть. Виды патронов больше не зафиксированы на ячейках оружия. То есть будут некоторые пушки, которые используют к примеру зеленые патроны, но при этом могут быть выбраны в основной слот. А, ну и да, теперь все как раньше, называются слоты по-человечески, Primary Special Heavy. То есть основное, вспомогательное и тяжелое. Многие архетипы оружия и вовсе покинут силовой слот. Например, любимый многими игроками полевой дробовик Хоттерн теперь будет кинетическим оружием. Основные специальные пушки, которые используют кинетические. Белые патроны, автоматы, луки, револьверы, импульсные винтовки, винтовки разведчика, пистолеты и пистолеты-пулеметы. Основные специальные пушки, которые используют специальные зеленые патроны. Зарядные гранатометы, например, колонию плазменной винтовки, дробовики, снайперские винтовки и лучевые винтовки. Ну а силовой слот, который используют тяжелые фиолетовые патроны, это барабанные гранатометы, линейно-плазменные винтовки, ракетницы и мечи. Вероятнее всего, что некоторые виды оружия будут требовать некой перековки под тот слот, в который вы хотите взять то или иное оружие. Медленно переходим к активностям. Меню директора было изменено. Чтобы рубежи не играли решающую роль, они теперь будут обновляться каждые 4 дня, а рейд, как и прежде, будет обновляться каждую неделю. Иконки меню налетов авангарда, режимов гарнила и новоиспеченного гамбита будут перенесены и расположаться внизу экрана. Даже это как раньше. Кстати, наконец-то теперь вы сможете выбрать конкретный налет. Эта возможность тоже была изначально в оригинальной Destiny, пользовалась там спросом, но почему-то была просто вырезана из стартовой версии сиквела. Кстати, о первой части сообщили журналисты о том, что один из новых налетов будет происходить в тюрьме Старейшин, где вам придется сражаться на поле, которое будет знакомо игрокам Destiny 1. Новое публичное мероприятие называется Побег из Крео-Клетки, где на локацию падает клетка из тюрьмы Старейшин, из которой враги пытаются вызволить своего лидера, этакий Варсад с сюрпризом. После нескольких волн клетка откроется и вы должны будете сразиться против босса. Был показан еще один ивент, также с обороной некого предмета, но подробностей пока никаких нет. Что еще сказать об ивентах? Уже видели все в трейлере то, что эскалационный протокол будет и на новой локации, однако будет еще нечто похожее. С патрульных сундуков будут падать ресурсы, которые позволят запустить Блайнд Уэлл, некий коктейль из двора Орикса, кузни Архонта и эскалационного протокола. Корабли, сперроу, оболочки призрака, эмоции, шейдеры, эмблемы, экзотики и оружие и броня первого года будут доступны в коллекции. А оружие и броня первого года не будут содержать ролл перков. Размер самого хранилища, кстати, тоже будет увеличен до 500 слотов. Теперь о гарниле. Новые карты ПВП и игровой режим не будут доступны во время релиза, только спустя несколько недель. Будут 4 новые карты и новый режим Прорыв. Режим этот будет представлять из себя битву между двумя командами, по 4 человека в каждой, где игрокам нужно будет захватить выключатель, который позволит команде взломать вражеское хранилище. После захвата выключателя режим превращается в некую осаду. Одна команда будет защищать хранилище, а другая, соответственно, его штурмовать. По описанию, чем-то напоминает гамбит, но только с ПВП. Про пушки пока инфы дают мало. Вот, например, новый экзот-автомат Цербер плюс 1. Этакий Фрэнкенштейн из мира орудий, сшитый из 4 винтовок и стреляющий в разные стороны. И да, я знаю, что правильно говорить монстр Фрэнкенштейна, специально так сказал, тебя затроллить. Любителям полистать лор тоже пообещали новые томики истории вселенной игры про стрельбу. Так, а вот на этом моменте я перехожу к сюжету, а значит, без спойлеров не обойтись. Если ты хочешь насладиться сюжеткой в день релиза и испытать какое-никакое удивление от разворачивающихся событий, ставь лайк и закрывай ролик. А если ты такой смелый, продолжаем наше путешествие. Основная кампания отвергнутых пройдет в спутанных берегах. В данной локации будут постоянные схватки против презренных, улья и остатков Красного Легиона, куда ж без него. А основной задачей станет отлов баронов. Как я и говорил в ролике о презренных, в каком порядке валить первых шестерых баронов, выбирает сам игрок. А вот потом нам показывают оставшихся двух и отправляют в погоню за Ульдреном. Первая же миссия приведет нашего Стража на риф вместе с Кейдом. Там нам предстоит встретить Петру Венш, она нам будет помогать. И в этой же миссии Кейд будет убит Ульдреном из своего же револьвера. Да. Сюжет будет балансировать между местью за Кейда 6 и поисками Ульдреном Марысов. Концовка же сюжетной линии объявит огромную угрозу, которая заставит Стража сконцентрировать свое внимание на более важном деле, чем месть. Неизвестный голос призовет Ульдрена из Сторожевой башни на городе Грёз, где содержатся великие тайны пробудившихся. Также сообщается, что сюжетные моменты, которые вы узнаете в конце кампании, будут полностью раскрыты только после прохождения рейда. Это прямая связь сюжетки и рейда. Можете либо начинать искать команду на рейд, или готовиться к взятию рейда в соло. Но писать про невозможность найти команду в комментариях точно не стоит, сколько можно-то. Ну, если это для вас проблема, давайте сделаю видео о том, как чаще всего и проще найти команду для любой активности. В конце концов, даже мне зачастую некого позвать на прохождение сумеречного налета. Вот и поделюсь очевидным и невероятным. Ну а на этом пока все. Большой такой видос получился насыщенный. Инфы будет появляться все больше, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Чекните предыдущие ролики, там вы найдете ответы на еще массу своих вопросов, я уверен. Я, например, не перестаю удивляться, что продолжают спрашивать в комментариях, платное ли это дополнение вообще. В общем, держим руку на пульсе. До связи.